Я научился читать, мне кажется, до школы еще, то есть, наверное, лет в шесть, а может быть и в пять. Властелин колец Вопрос сложный, потому что я не знаю на него четкого ответа, каким книгам я отдаю предпочтение, электронным или печатным. Я скорее нахожусь в процессе вырабатывания своего отношения к тому, на каком носителе я читаю книги. У меня есть очень удобная читалка, я не помню, как она называется, но вот какая-то известная модель. И, конечно, когда я куда-то лечу или куда-то еду, безусловно, я беру ее с собой, закачиваю туда книжки и с большим интересом читаю там и с большим удовольствием. В первую очередь, потому что форм-фактор, очевидно, удобный. Она удобно кладется во внутренний карман или в карман пиджака. И, например, путешествие в Москву, особенно если одним днем туда и обратно, это суперудобный вариант. С другой стороны, конечно, читалка не самая тактильно, может быть, приятная штука. И какие-то книги, которые попадают домой, особенно большие альбомы или что-то детское, то, что я читаю ребенку, конечно же, я читаю вручную, но в бумажном варианте. Но я в процессе изменения отношений, мне кажется, что читалка постепенно тоже отойдет на второй план. То есть, как только пандемия стала жесткой, я перестал куда-то ездить, я стал больше читать бумажные книги, просто потому что я стал читать дома. Чаще всего, ну, как я уже сказал, я очень много читаю в транспорте, в таком междугороднем, потому что по Петербургу или межгосударственном, потому что по Петербургу я в целом путешествую на автомобиле, читать невозможно. Да, поэтому большую часть времени я читаю там и в ванной еще. Что для меня самое важное в книжном магазине? Ну, вот видите, вы задаете этот вопрос в тот момент, когда мы оказываемся в непонятном карантинном состоянии, вроде как посидеть, почитать книжку в книжном магазине, да и вообще долгое время находиться в том месте, где до тебя явно было большое количество людей, ну, вроде как это не очень правильно, что ли. С другой стороны, почитать книжку в книжном магазине и выпить чашку кофе, вот это самое классное, но тогда нужно снять маску, а если нужно снять маску, то, соответственно, это уже небезопасно. Поэтому для меня, видимо, самое важное в книжном магазине все-таки его атмосфера и желание в нем задержаться на более продолжительный срок. Хочу ли я разговаривать с продавцами, нужна ли мне консультация? Думаю, что скорее общение, чем консультация, да, но в принципе самое важное, наверное, все-таки иметь возможность оказаться в комфортной среде. Я помню, кажется, я уже делился этими впечатлениями, когда-то в студенческие годы, когда один из больших буквоедов открылся в Петербурге на площади Восстания, я зашел и понял, что книжки так сильно изменились, их обложки похожи на фантастические обертки от шоколада, и мне это очень нравилось тогда, было прикольно их разглядывать. Вот, поэтому самая главная атмосфера. Я думал над этим вопросом, с кем из литературных героев больше всего у меня ассоциируется Петербург, не буду скрывать, вы мне заранее сказали вопросы. И это интересно. Я при всем многообразии образов, которые я перебрал в своей голове, я понял, что самая яркая ассоциация первого уровня – это Акаки Акакиевич, что совершенно вообще никак не связано с образом Петербурга в моей голове. То есть вот у меня Акаки Акакиевич есть, и я его Петербург, и я вспоминаю, значит, как он идет сразу, вот этот вот страшный снегопад, этот холод, и все впечатления с этим связаны. Но, с другой стороны, это никакого отношения к моему Петербургу не имеет. Но если мы говорим про литературного героя, то, наверное, вот он. Какое интервью мне больше всего запомнилось? Просто потому, что их, правда, было так много, и, ну, насчет сотен, хотя, может быть, и сотни, но это страшно сложный вопрос. Вот, например, я знаю, что Евгений Германович Вдаласкин тоже записывал интервью для буквоеда вот в эти дни. И прекрасная у нас состоялась беседа, хотя совсем не телевизионная для Ютьюба, но, тем не менее, было здорово. И на телевидении, кстати, мы тоже встречались. Из таких самых ярких вещей, но это, может быть, не очень связано с Петербургом. Я, например, помню мою беседу с Анатолием Кашпировским, вот, и это было довольно, довольно волнительно, я бы вам сказал так. Было на заре моей карьеры, у нас было целых два интервью. И помню, что беседа на меня произвела большое впечатление, потому что все-таки это был по-настоящему человек из телевизора, которого я в детстве как-то видел еще на черно-белом телевизоре, кажется, юность он назывался, где-то на даче в Зеленогорске, он тогда что-то говорил. С Чумаком мы тоже разговаривали на радио, это было не так запоминающееся. Но тоже, вот, был важный момент, что я поговорил и с Кашпировским, и с Чумаком. Интересные они, конечно, люди оба. Ну, Алан Чумак уже наблюдает за нами из другого мира. Вот, а так глобально, вы знаете, ну, например, не так давно мы общались с Михаилом Шемякиным в день его юбилея. И, да вообще, каждый разговор, каждое интервью, вы же их, с одной стороны, не запоминаете так четко, потому что их много, а с другой стороны, из каждого вы что-то выносите. То есть, например, однажды нам в передачу звонил Юрий Шевчук. Вот, я не могу с этим информацией не поделиться, хотя мы знакомы с Юрием Юлиановичем. Ну, вдруг, вот, еще было время, когда телефону звонили, по телефону в передачу, и ты звонишь, и там, здрасте, кто вы? А тебе говорят, это Юрий Шевчук. А у меня вопрос к вашим гостям. Вот такие дела. Ну, немножко завалилось сейчас ответ на вопрос, но я действительно не могу вспомнить. Их так много было, и они все, по-своему, были прекрасны. Ну, во-первых, петербургский успех любит скромность. В этом его основная ценность. Вот, петербуржцы, они, если успешны, то об этом предпочитают не рассказывать, а ждут, когда это сделают другие. Из ныне живущих писателей я с большим интересом, конечно, поговорил бы с Андреем Геласимовым. У нас было с ним короткое интервью некоторое время назад, но как-то нам не удалось, мне кажется, мне не удалось задать все те вопросы, которые я бы хотел. Конечно, было бы замечательно поговорить с Виктором Пелевиным, просто потому что никто никогда не разговаривал с Виктором Пелевиным. И понятно, что вот плеяда ленинградских, петербургских писателей, по ряду причин мы с ним много разговаривали, с разными людьми, и из них мне в голову никто не приходит, потому что так или иначе я со всеми соприкасался. Это были очень ценные и важные для меня встречи. А вот из тех, кто сейчас уже не живет, из иностранных, кстати говоря, писателей, было бы, наверное, интересно поговорить с, не живущих сейчас, было бы интересно поговорить с Толкиеном, очень интересно было бы узнать у него про «Властелина колец», и вообще про то, как он себе видел развитие этой истории, этой вселенной. Мне было бы страшно интересно с ним побеседовать. И я думаю, что было бы здорово встретиться с Хемингуэем. Ну, то есть мне кажется, что образ бородатого дядьки в таком свитере, который висел у всех в советских, во многих советских квартирах висел портрет Хемингуэя именно такой. Вот мне кажется, что, конечно, Хемингуэй был совершенно не таким человеком, каким таким геологом, который вернулся только что из экспедиции, а он был совершенно другим. Было бы интересно, мне кажется, про это поговорить. Но вообще, если открывать эту плея, вообще открывать эту последовательность или этот список, то это же такое количество людей, с которыми интересно было бы поговорить. Ну, просто со всеми практически. Ну, за исключением, может быть, Майкла Муркока. Он писал про... Это фэнтези-писатель. Он писал что-то про... Какой-то у него был типа Конана, но не Конан. Вот такой человек с мечом. Я в детстве читал серию. Интересно было. Я бы пожелал книжной сети буквоед здоровья во всех смыслах этого слова. И, конечно, здоровых читателей. Не только в физическом, но и в моральном их воплощении. Ну и потом, конечно, буквоед, такой классный петербургский топоним уже, по-другому его не назовешь, что главное, чтобы он... Хотелось бы, чтобы он оставался рядом с нами. И мы могли бы всегда знать, что вот это место, буквоед, там горит свет, там есть книжки. И даже если ты не планируешь ничего купить, но ты всегда можешь зайти и хотя бы на секунду оказаться в этой атмосфере такого спокойного созерцания и атмосфере чтения, что сейчас, конечно, очень важно. Мы очень много читаем текстов, но, как правило, на экране телефона хочется, чтобы это чтение все-таки из формата смахивания и свайпа перешло в... или переходило достаточно часто в формат перелистывания страниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова